Сказ об Урале обнажил каменные плечи. Алый кафтан, шапка рекордсменка и 74-метровая борода, исполняющая желание, с помпой отправились на хранение. Правда, на этот раз не в Краеведческий музей, а на склад компании, которая спонсировала пошив. Подробнее о церемонии монументального стриптиза Алина Жестовская. Вот и сказочке конец. Зимний волшебник перевоплощается обратно в гранитного исполина. Теперь только остается надеяться, что заветные мечты, написанные на этих ленточках, обязательно исполнятся, потому что есть тут и пожелания безумной любви, и здоровья, и даже вот это слегка меркантильное. Хочу, чтобы в 2011-м у меня в собственности была двухкомнатная квартира. Указан даже адрес. В новостройке по улице Луганской, дом 7, третий этаж. Организаторы акции исполнение желаний практически гарантируют. Правда, скорее уже не в этом, а в 2012 году. О мечтах жителей Челябинска Дед Мороз узнает не раньше следующей недели. Ленточки все с бороды мы соберем перед тем, как ее обработать. Упакуем их в специальный ящик, отправим их в Великий Устюг. То есть борода у нас и кафтан хранятся на складе здесь, в Челябинске. А все ленточки с загаданными желаниями южноуральцев, они едут на вотчину настоящего Деда Мороза в Великий Устюг. Почетная миссия доставить грезы южноуральцев в Вологодскую область возложена на самого молодого участника состязания бородачей. Его поезд отправляется 18 числа. Победил, конечно, другой конкурсант, но ввиду возраста дедушка с 40-сантиметровой бородой от путешествия отказался. Нет, тогда я отдаю. Мне предлагали тоже это, это Пономаренко. Я отказался, а вы? Ну я, пожалуйста, езжу. Почему нет? Столько надежд вложено в эту бороду желания. На то, чтобы разоблачить сказ об Урале, у альпинистов ушло менее часа. Теперь гигантскому костюму предстоит посетить импровизированную химчистку. Его просушат и обработают специальным раствором, чтобы моль не погрызла.